Всем привет! Сегодня про то, как правильно выбрать 4К телевизор и не позволить, чтобы производитель телевизора развел вас на деньги. Вместе с появлением на рынке ЖК телевизоров с разрешением 4К появилась и кидалово. То есть вам говорят, что характеристики телека определенные, а на самом деле иногда характеристики хуже заявленных. А деньги-то вы платите немалые. Итак, две ситуации. Первое. У вас никогда не было большого ЖК телека. Вы собрали деньги и идете в магазин его выбирать, развесив уши и слушая продавцов. Кинуть вас, впарив кривой товар, достаточно просто, потому что вам не с чем сравнить то, что вы будете покупать. Вторая ситуация. У вас уже давно ЖК телевизор. Показывает он хорошо, но уже маловато и низкого разрешения. Устарел, другими словами. И вы собрались купить более крупный. А свой продадите. К примеру, выбираете 55 дюймов вместо вашего 42 дюйма. К тому же, ваш телевизор имеет разрешение Full HD. 1920 на 1080 точек. Когда-то это было супер, но теперь это уже не круто. Современный телек имеет 4К разрешение. 3840 на 2160 точек. То есть в два раза больше по каждой из сторон. Если смотреть фильмы, скачанные в таком качестве из интернета, детализация картинки будет просто ошалелая. Видна каждая морщинка, каждый прыщик. У вас вроде глаз наметан, ведь не первый год смотрите свою ЖК. Выбирая новый, вроде есть с чем сравнить. Ну и вам можно впарить барахло, если не знаете, как смотреть и куда смотреть. А еще и когда продавцы в магазине льют в уши в воду. Им-то продать надо. У них-то оклад плюс премии от продаж. Поэтому складно петь, они умеют хорошо. Итак, в телевизоре много важных параметров. Но при выборе большинство покупателей, которые не хотят заморачиваться наворотами, руководствуются следующими. Хочется, чтобы диагональ была побольше, так как это ну первое, что торкает, когда смотрите фильмы. У меня вот телек 65 дюймов. И посмотреть какой-нибудь боевик шикарно просто. Эффект присутствия прямо какой-то. Еще хочется, чтобы разрешение было высокое и супер четкие фильмы смотреть. Тогда эффект от просмотра фильмов еще выше. Еще, чтобы картинка была яркой, насыщенной и контрастной. Ведь тусклое мыло смотреть, ну не прикольно. Ну и чтобы движения в кадре были плавные. Ведь тормозящие телеки такое тоже бывает. Так называемый эффект стробоскопа, когда мячик подергивается во время полета. Есть еще много параметров. Smart TV, Wi-Fi. Много чего интересного. Но про них легко узнать и все они вторичны. Потому как телевизор в первую очередь должен хорошо выполнять основную функцию. А уже быть мультиваркой это не главное. Диагональ экрана. Тут все просто. Вы видите сами, что один телевизор больше другого. Разрешение экрана тоже просто. Написано Full HD, значит это Full HD. Написано 4K, значит это круче. По горизонтали не 1920 точек, а 3840. А по вертикали не 1080, а 2160. Выбираем цветность. А вот тут пошли сложности. Именно тут нас и обманывают. Каждая точка, пиксель, в телевизоре имеет три субпикселя, красный, зеленый и синий. И все они идут подряд, без каких-то промежутков. Сочетание по яркости и насыщенности в этих трех составляющих цветах дает возможность воспроизвести кучу оттенков, которые видят ваши глаза. Значит, если каждый пиксель в экране телевизора своими тремя разноцветными субпикселями может создать любой оттенок, то и вся картинка получается правильной по цветопередаче, яркости, насыщенности и контрасту. Как это заметить? Ведь пиксели очень маленькие. Очень просто. Вот мой телевизор. 65 дюймов шарп. Если поржать, то его диагональ 165 сантиметров. Метр 65. Это рост невысокой девушки. Когда в фильме такая лежит на кровати, я вижу ее в полный рост и в натуральную величину. Поэтому телевизоры меньшие диагонали меня не торкают. Показываю состав пикселей на его примере. Выбираем в меню что-нибудь или ставим фильм на паузу, чтобы поймать где-нибудь кусок белого цвета. Белый цвет это оптическая смесь всех трех цветов. Красного, синего, зеленого. Английская аббревиатура RGB. По первым бухом Red, Green, Blue. Сумма этих трех цветов наши глаза воспринимают как белый. Именно так устроено наше зрение. Берем телефон, ставим максимальный зум и приближаем к телевизору, чтобы было и максимально близко, но и так, чтобы камера смогла сфокусироваться. Фотографируем пиксели. Теперь смотрим этот снимок и увеличиваем его. Вот вы видите повторяющиеся палочки трех разных цветов. И все они горят. Тут понятно, что в этом телевизоре каждый пиксель правильно состоит из трех субпикселей RGB. А значит каждый пиксель в составе всей матрицы дает правильное формирование цвета. А теперь я пошел по магазинам. Вот телевизор LG. Вот его моделька на ценнике. Вот снимок его пикселей на области белого цвета. Опачки. Вот оно кидалово. Вы видите, что повторяются не красный, синий, зеленый, красный, синий, зеленый и так дальше. А каждый четвертый субпиксель в каждом горизонтальном ряду заменен на белый. Белый субпиксель не может формировать цвет. Он может только добавлять яркость. Вот оно кидалово. В данном случае от компании LG. Разрешение-то у него 4К. Тут все честно. Действительно 3840 на 2160 пикселей. Но поскольку четверть субпикселей в каждом горизонтальном ряду не может формировать цвет, а только добавлять яркость, то хоть он по детализации и 4К, но из-за неполноценного формирования цвета серьезно страдает и насыщенность, и точность оттенков, и динамический контраст. Реально эта матрица называется не RGB, а RGBW. Red, green, blue, white, белый. Но в паспорте к телевизору это не указывается, и на официальном сайте вы этого не найдете. Зачем это делается? Все очень просто. При производстве матриц производство субпикселей с белым люминофором стоит гораздо дешевле, чем цветных. А таких белых во всей матрице целая четверть. Нам такой телевизор продают чуть-чуть дешевле, а сами на этом экономят гораздо больше. Люди с большим достатком купят телевизор подороже. Там скорее всего будет стоять честная RGB матрица. А люди с зарплатой поскромнее обратят внимание на эти телевизоры с псевдо 4К матрицами. И вот тут парадокс. Людей, у которых денег и так не очень много, просто берут и обувают на эти их деньги, впаривая телевизор, который технически не может дать правильное формирование оттенков. Посмотрите, вот стоят рядом два телевизора. Справа с псевдо 4К матрицей, которую я фотографировал макросъемкой, а слева с полноценной RGB матрицей. Видите? Цветность у правого хуже, чем у левого. Поначалу мне продавец вешал общую лапшу, говорил, что это демонстрационные ролики, разные и просто такое складывается ощущение. А когда он понял, что я не лох, то стал говорить, что ну так у них и цена разная. Так ё-моё, я понимаю, что телевизор с псевдо 4К матрицей стоит дешевле. Но выходит, что кто-то пришел обновить телек до более современного, добавил денег, возможно и диагональ побольше выбрал. Вот и сидит он дома, смотрит на более крупную картинку с кривыми тусклыми цветами, будто на улицу через невымытое окно. И понимает, что прошлый его Full HD телевизор хоть и имел разрешение похуже, но показывал гораздо лучше. Сравнить-то есть с чем, а деньги уже потрачены. А те, кто вовсе не имел ЖК телека, скажут «Вау, круто!» и даже не поймут, что их развели, впарили телевизор с кривыми цветами. И не поймут, что практически за эти же деньги можно было купить телевизор другого бренда, но с честной 4К-матрицей и с более приятными оттенками, ведь не каждый производитель телевизоров страдает таким кидаловым. А продавец ведь знал, но промолчал. Ему-то продать надо. И свою наценку в карман положить. Обидно, да? Мой шарп ведь не особо дороже других 65-к, но матрицу они же поставили честную. Вот адрес форума для тех, кто планирует купить LG. Там подробная информация по поколениям и моделям их телевизоров. Вы легко сможете проанализировать весь модельный ряд 4К-телевизоров LG, узнать, какие из них комплектуются псевдо-4К-матрицами, а какие полноценными. Заодно, на этом форуме много чего другого полезного. Вот ссылка на статью на этом же форуме, где рассказывается про RGB и RGBW-матрицы, про которые я рассказывал только что. Касаемо форумов по другим маркам телевизоров, думаю, уж найдете сами. Ну и еще один важный параметр. Матрица – это ее частота обновления. Она бывает от 50 Гц и выше. В инженерные подробности этого параметра вдаваться не буду, скажу лишь, что по сути это частота, с которой перерисовывается картинка на экране телевизора. Чем выше эта частота, тем чаще обновляется картинка на экране и тем плавнее вы видите быстрые и динамичные сцены. И телевизор с более шустрой матрицей будет стоить дороже. Соответственно, чем ниже этот параметр, тем быстрые сцены становятся более дерганными и приходят к эффекту стробоскопа, когда быстро летящий мячик летит не плавно, а подергивается. Для давних телевизоров с низким разрешением этот параметр был не принципиален, и телевизоры с частотой обновления матрицы даже в 50 Гц показывали динамичные сцены довольно плавно. Но у современных телевизоров с разрешением Full HD и тем более 4К частоты в 50 Гц недостаточно. Более шустрые матрицы поднимают цену на телевизор, поэтому производители в большинство телевизоров устанавливают процессор, который программно делит кадры на полукадры, а также другими ухищрениями стараются интеллектуально обойти эту проблему. Эти программные попытки сгладить дергающуюся картинку привели к тому, что появился параметр индекс визуального восприятия изображения. Чем индекс выше, тем считается, что процессор лучше справляется с этой задачей. Это не техническая величина, ее проверить и подтвердить или опровергнуть невозможно. Эту величину называют сами производители на каждую модель в отдельности, но это их субъективная тестовая оценка. Зато для маркетинга это еще одна возможность обмануть людей, ведь часто подменяют одно другим в описании. И если в телевизоре частота обновления матрицы 50 Гц, а индекс 200 Гц, говорят, что частота 200 Гц. А на самом деле частота все же 50 Гц, но производитель сказал, что индекс восприятия 200 Гц. То есть как бы сглаживающий процессор работает так шустро, то ощущение будто бы, как если бы матрица была 200 Гц. Мой совет, как разобраться в этом бардаке. Требуйте от продавца, чтобы вам предоставили паспортную информацию. Какая реальная частота обновления матрицы и какой индекс восприятия заявил производитель. Если на телевизоре высокого разрешения частота обновления матрицы 100 Гц и выше, скорее всего вам этот телевизор по плавности картинки понравятся. Но если реальная частота 50 Гц, то тогда важно, насколько эффективно работает сглаживающий процессор. И тут никакие бумажки и советы не помогут. Берите с собой флешку с заранее закачанным видео с какой-нибудь шустрой сценой из фильма или клипа и смотрите именно вашими глазами, нравится плавность картинки или нет. Ну вот, основное, что мне кажется важным при выборе телевизоров, я рассказал. Надеюсь, теперь у производителей шансов вас обмануть будет гораздо меньше. Я рад, если чем-то оказался полемен. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!